Оскар Хартман Не каждое действие приводит к счастью, но счастья без действия не бывает. Я такой раз это понял, когда вчера получаю сообщение от управляющего своего, что у нас 14-я компания в моем портфеле достигла капитализации выше 1 миллиарда. Эту инвестицию я сделал в 2013 году. 8 лет компания росла, выросла. И всегда все, что хорошее сегодня, это всегда мы получаем от действий, которые когда-то делали совсем давно. Поэтому я хочу сегодня с вами поделиться. Какие действия я делал за прошлый год, за этот год, которые, надеюсь, через 8 лет, через 10 лет тоже будут приходить какие-то интересные сообщения. Потому что, конечно, два этих плода были сверхинтересными. Я надеюсь, что я вас тоже. Ну, коротко про меня. Кроме того, что я инвестор, я очень много компаний строил и очень много делал некоммерческих проектов. И у меня за 13 лет после университета 100 проектов таких, и из них 25 некоммерческих для развития предпринимательства. Такие проекты, как книга и так далее, и очень много 75 коммерческих проектов. Из-за 75 коммерческих проектов у меня сейчас еще в портфеле, там плюс-минус 50. И есть еще обратная сторона, кроме успехов, есть вот еще такая галерея провалов, банкротств. Потому что получается более 20 компаний, они не смогли достигнуть свое видение, не смогли выдержать конкуренцию, не смогли выдержать законы, что угодно. Тысячу разных вариантов, как компания заканчивается. И каждый раз, когда происходит какое-то банкротство, или когда происходит что-то плохое, я всегда думаю, как же иметь это без этого. Я же такой опытный, да, может быть, теперь дальше я могу иметь только это, только успехи без этих провалов. Но правда заключается в том, что это две стороны одной медали. Ты не можешь иметь первый слайд без второго. Я очередной раз это понял этим летом, которое для меня было очень тяжелое. Но первое я хотел бы напомнить. Год назад, в март, апрель, май, вы помните, да, когда началась вот эта волна коронавируса, нам продавали идею. Кто помнит, какую идею нам продавали? Все вот масс-маркет-медиа, все там аналитики. Да, вот что мир, экономика мировая, это карточный домик. И сейчас по цепочке создание ценностей уже там в Китае начало валиться. Сейчас эта цепочка дойдет до нас, да, и что весь этот карточный домик, что сделать? Какие были прогнозы год назад по поводу мировой экономики? Кто помнит? Ну, вот как? Тогда начался коронавирус, и все должны были предсказать, что это значит. Какие были прогнозы? Кто помнит какие-то цифры? Назовите просто слух. Минус сколько? Минус 50%. Кто помнит еще что-то? Да минус 80% были. Да, все умрет еще раз. Что еще? Все идет в черта. Какие еще прогнозы? Кто-то помнит компетентные прогнозы? Мы все умрем. Смотрите, минус 50, минус 100, минус 30, минус 20, минус 40. Из всех прогнозов мира, из всех, самый оптимистический прогноз был минус 7%. Это не было ни одного человека, ни одного, ни Макинзи, ни Голдман Сакс, ни Гарвард, ни Стэнквард, ни профессор, ни высшая школа экономики, ни МГУ, ни желтая пресса, ни зеленая пресса, ни РБК, ни один спикер. Никто, никто не угадал, что произойдет после коронавируса. Никто. Почему мы научились? Что оказывается, рынки и мировая экономика намного, намного более атрактивны, я бы сказал, антихрупки, антихрупки, чем все предполагали. Даже Насим Талеб, который написал книгу «Антихрупкость», в Твиттере давал очень отрицательные прогнозы. Он говорил, сейчас мы увидим, насколько мир не антихрупкий. И получается, если мы все прогадали, что это значит? Смотрите, все мимо. Все. Я тоже мимо. Я тогда в марте сидел и думал, у меня 50 портфельных компаний, сколько из них умрет? Тогда все закрыли, все магазины закрыли. Я думал, если выживет половина, 25 выживет, это будет хорошо. Это было мое ощущение мира, которое у меня сложилось. Соответственно, если мы все оказались неправы, что мы должны сделать? Мы должны как-то изменить свои модели мышления, нет? Если ты просто вообще неправильно прогадываешь, ты должен смешивать. Мировая экономика оказалась не карточный домик. Мировая экономика сейчас. Это огромная такая нейросеть просто сумасшедшего размера. Если в Советском Союзе было 500 бизнес-моделей, добываем металл, строим машины, какие-то там розничные. 500 бизнес-моделей. Сейчас в мире более 100 тысяч бизнес-моделей. 100 тысяч разных цепочек создания ценностей. И это вообще фундаментально все меняет. Это вообще никакой не карточный домик. Очень адаптивная такая нейросеть, как наш мозг. И так же, как наш мозг, если часть нейронов упадает, другие подхватывают. Это очень гибко. И, соответственно, что произошло? Вот здесь нейросеть огромная. И она получает удар коронавируса. И она, наоборот, завибрировала. Она, наоборот, начала очень быстро перестраиваться. И, де-факто, надо менять метафоры, надо менять наши модели, потому что никто не смог предсказать. Я в марте-апреле думал, что делать. Начал обзванивать всех генеральных директоров. 50 генеральных директоров, своих портфельных компаний. Каждому звоню, беру трубку, говорю, Дита, как ты думаешь? Хорошо, среднее, плохо. 87% предсказали, что это на меня очень плохо повлияет. 13% прогнозировали, что, может быть, в этом есть какой-то шанс. Только 13% моих генеральных директоров. Самое главное, что в этих 87% были даже те компании, которые потом очень сильно выросли. Я сейчас вам это расскажу. Я думал, как мне предсказать будущее. Тогда я в апреле сидел. Что дальше? Это как слайд, который я показывал ровно год назад. У нас была газета из прошлого. Кризис из прошлого. Вот, например, 2008 год. Как отыгрывались разные сид раунды, а раунды, б разного размера компаний. Вот и видно, что сид, маленькие раунды быстро восстановились. И самые большие раунды позднее всего восстановились. Что у нас еще есть? Вот как восстанавливался, там, даунжонс восстанавливался после 2008 года. Соответственно, он упал, и потом примерно два года отрастал до прежнего значения. У нас была газета из будущего. Потому что в Китае коронавирус уже начался в ноябре. И когда мы были в апреле, у них уже цифры пошли вниз. И можно было смотреть в китайских новостях, что происходило. Там происходило в первом квартале 2020 года. Был гип-покост биотек-фарма, медицинские разные темы и дистрибуцию продуктов питания. Дистрибуция продуктов питания очень сильно выросли инвестиции в новые модели дистрибуции питания. Соответственно, когда я сделал вот такой прогноз, это был мой прогноз восстановления мировой экономики. Я там посчитал, что упадет на 10%, наполовину восстановится в течение этого года. И дальше еще один год будет восстанавливаться до прежнего уровня. Что произошло де-факто? Это мировая экономика, вот эта оранжевая линия. Вы видите, это в триллионах, да? Это 50-50 триллионов, 100. Мировая экономика сейчас примерно там 135 триллионов. Во-первых, интересно, что мы видим, если смотреть на мировую экономику. Смотрите, кризис восьмого года, да? Когда, если смотрели, если газеты читают, ощущение, что там, ну, в принципе, да, рынки, как бы, они всегда на ожиданиях, но сама мировая экономика, легкая коррекция пошла дальше вверх. Соответственно, как мы закончили 2020 год? Мы закончили 2020 год минус 3%. Минус 3% против 2019 года. И в этом году уже экономика мировая в этом году будет больше, чем была в 2019 году до коронавируса. И траектория роста сейчас, которая есть, последняя траектория роста, говорит о том, что в 2020-2022 году мировая экономика будет больше, чем изначально до коронавирусных прогнозов. Мир доказал, что он антихрупкий. Получается, коронавирус не экономический кризис. Коронавирус это санитарный кризис, это плохая очень вещь, люди умирают, здоровье. Но это не экономический кризис. Экономика выиграла. Что мы видим в рынках, если вы знаете, что происходит? Вот как рынки восстанавливаются. S&P 500, NASDAQ, немецкий DAX, был 10 тысяч, стал 15 тысяч. Собственно, все, вы знаете, да, Dow Jones и S&P 500, даже русский индекс Мосбиржи сейчас на историческом максимуме. Вот так, ребята, неожиданный результат. Никто этого не ждал. Собственно, еще более того, я вам скажу, это все мелочи на самом деле. Есть мировой баланс, я его уже здесь не однажды показывал. Если взять все деньги мира, все активы мира, их можно увидеть в балансе мира. Соответственно, это примерно было в 2017 год. Весь баланс мира был примерно 400 триллионов долларов. Это 230 миллионов. Для 230 триллионов это недвижимость. Это почти 60% всех активов мира находится в недвижимости. Все акции, все акции на 70 триллионов, это примерно половина всей частной компании. И половина это все публичные компании вместе взяты. Там золото немножко совсем, там вот 6 триллионов. И всякие долговые производные продукты 100 триллионов. Сейчас, вот мы стоим здесь, да, вот или сидим. Мировой баланс увеличился за последние полтора года на 150 триллионов долларов. Соответственно, прирост всех акций, прирост всех стоимости недвижимости, мировой баланс увеличился. Это так, это деньги на люди ощущают, что эти деньги у них есть. Соответственно, Федеральный резерв, он напечатал какое-то количество триллионов, да, как бы новых денег. Но это просто менее 5% от того, что является приростом всего баланса мира. Поэтому сейчас, чтобы было понятно, да, просто, когда мы все вот сидим вечно в негативном, в каком-то потоке, нам кажется, все вот идет к чертам и так далее. Чтобы было понятно, мы за последние 2 года прожили исторический рекорд создания нового богатства в истории человечества. Такого не было никогда в истории. Не было создано 150 триллионов нового богатства никогда в истории. Если ты в этом не участвовал, да, теперь, просто очень многим у меня есть друзья, они уже с 15-го года, с 16-го года все пойдет в чертам, с 17-го года все пойдет в чертам, с 18-го года все пойдет вниз, все сейчас рухнет, все переоценено. В 12-й год, в 20-й год пришел, вот теперь коронавирус. Видишь, Оскар, я был прав, вот сейчас все пошло в чертам. Потом раз быстро раскочила, сейчас они что говорят? Да, сейчас вообще, на кой пузырь? Ну, ты смотри, вообще, сейчас это точно кончится. Смотрите, рано или поздно будут ли они правы или нет? Да. Только если ты угадал, что будет крэш, без учета «когда» это ничего не стоит. Ты просто как бабушка, которая на своему внуку говорит, «Я же говорил, это плохо кончится». Да. Ты просто это бессмысленное. Если ты угадал, что упадет, но не сказал «когда», это бессмысленно. Ты просто как бы, ну, это просто ничего. И если ты не участвовал, если ты не участвовал в историческом, в самом большом создании нового богатства 20-го, 21-го года, ты уже, как инвестор, сделал огромнейший шип. Огромнейший. Ты пропустил самый большой. Понимаете, сейчас, конечно, участвуют в этом процессе очень маленькое количество людей. В основном те, у кого активы, потому что подорожала в основном и недвижимость, и компания. Деньги обесцениваются. Идет, естественно, инфляция существенная. И поэтому выиграли те, у кого есть активы, те, кто не выходил, те, кто держал длинные позиции. Поэтому для меня очень важен вопрос, который я вечно себе задаю. Мы принимаем какие-то решения, и мы их принимаем на основе каких-то потока информации, в которой мы сидим. И каждый из вас может себе задать вопрос, в каком... Какие действия я сделал, в каком потоке я сижу. Мне очень повезло, ребята, просто невероятно повезло, потому что у меня в основном портфель частных компаний, не публичных, да? Соответственно, когда я в апреле прошлого года был неправильном потоке, я доверился там этим Голдман Саксом, и это какие-то очень редкие отчеты читают, я начал обзванивать своих слоев инвесторов по всему миру и спрашивать, не хочет ли кто-то купить акции. Весь апрель, весь май, весь июль я пытался продавать доли в своих компаниях. Но мне все показывали, «Осик, ты вообще читал новости? Ты вообще меняемый человек? Какие сейчас транзакции? Все остановилось, не было никаких транзакций, поэтому меня заставили остаться акционером. У меня не было возможности выхода. Если бы было, я бы, скорее всего, сделал огромное количество ошибок. Это было огромное везение, да? Потому что сейчас у меня просто какие-то невероятные истории из портфеля выходят. Ну, просто невероятно. Это бы всего не было, если бы я в прошлом году имел как бы ликвидность акций, мог бы действовать. Длинный, вот я бы просто 7 лет выдержал, да? Но вот год до прорыва я бы просто сделал очень большую ошибку. Очень важно, в каком потоке. Самые худшие потоки, на мой взгляд, это масс-маркет потоки. У них нет никакой задачи вам рассказать правду. У них никакой задачи вам дать какое-то мировоззрение, которое так вам будет приводить к тому, что вы процветаете. У них только одна задача – вас испугать. И единственное – напугать как можно сильнее. Кровь продает газеты, страх продает газеты. Чем более заголовки, посмотрите заголовки в газетах, да? Просто возьмите прошлый год газеты, апрель, май и так далее. Посмотрите, насколько они не заинтересованы вообще, показывают, что все как есть. И окружение. Еще важнее, чем газеты, на нас влияют люди вокруг нас. Подумайте про топ-10 человек вокруг вас и как они на вас влияют. Вот я только к генеральным директорам звонил, 87% негативно. Очень важно думать в каком-то потоке. Очень важная лейция для меня. Получается, те люди, которые говорили, что все будет падать, какой-либо основной полагающий самши, да? Они думали, что полная неопределенность, полная активность и отсутствие информации приведет к бездействию. Все говорили, что сейчас все инвесторы и все потребители пойдут в модус кактус. Все, ничего не делаем, ждем засыпу. И это не произошло. Неопределенность, полная активность, отсутствие информации не приводит к бездействию. И наоборот, потребители начали как сумасшедшие действия. Сначала деньги покупали, потом краску, потом ремонтировали, потом расширяли, потом улучшали. Вот у меня друг занимается строительными материалами, краской, и я ему говорил, он тоже начал сокращать людей, закупки снижать. Я говорю, ты можешь, как ты себе представить, если все люди будут сидеть дома, учиться из дома, кушать из дома, работать из дома, наверняка дом должен стать лучше. Люди будут улучшать свой дом, если уж так все делать. И так и произошло, у них продажи выросли так сильно, что они уже целый год не могут просто удовлетворять клиентский спрос. У меня, почему, не повезло, то, что произошло де-факто. Второе, макро-трейд, вот этот слайд, который я показывал 4 года назад, тоже здесь, в 2016-2017 год я делал инвестиции, основная идея была, что есть разные индустрии, у них есть разный уровень цифровизации, и есть наименее цифрованные рынки. Строительство, недвижимость, сельское хозяйство, дистрибуция продуктов питания, образование, самые наименее цифрованные индустрии. И теперь, моя идея была в том, что эти индустрии будут быстрее всего цифровизироваться. То, что отстает больше всего, будет быстрее всего расти. И мы в каждом из этих сегментов сделали 4 инвестиции в цифровые платформы, которые пытаются эту индустрию переделать, срабить и так далее. И это 100% сработало. Одна из моих инвестиций была FlashPost. Это компания, которая в Германии сделала быструю доставку продуктов питания, сфокусировала столько на напитках. Это как здесь вот Яндекс.Лавка, самокат. Нажимаешь кнопку, через 15 минут у тебя курьер со всем, что ты заказывал. В Германии вот еще такие ящики, их надо постоянно обратно возвращать туда, где ты их купил. Поэтому компания, я когда их нашел, они были в одном городе Мюнстер, в Мюнстере 120 тысяч населения. У них было 15 миллионов долларов продаж в этом маленьком городе. Очень хорошая компания. 30% доля рынка. 30% доля рынка всего потребления напитков в этом Мюнстере. Соответственно, я когда с ними познакомился, сказал, сколько денег вам нужно, чтобы открыть еще 4 города. Я им дал эти деньги, купил 15% компании. И они повторили тот же успех, который был в Мюнстере. После чего пришел Тайгар Глобал, вложил 100 миллионов долларов. Мы открыли 22 города. Повторили то же самое. И в этот момент, в прошлом году, кстати, я пытался все лето продавать акции в этой компании, потому что генеральный директор был очень отрицательно настроен. Он, кстати, тоже хотел продавать свои акции. Сократил маркетинг. Сократил сотрудников. Сотрудников было 8 тысяч, они снизили до 6 тысяч сотрудников. И получается, было ожидание плохого прогноза. Что-то де-факто произошло с компанией Clash & Post по продажам? Как вы думаете? Выразили. Естественно, это доставка продуктов на дом. Оборот за прошлый год вырос в три раза. В три. Представляете себе, если бы генеральный директор не сократил маркетинг, не сократил сотрудников, сколько они могли бы выразить? Насколько нам может вредить быть в неправильном прогнозе, не в правильном потоке? Здесь напрашивается вопрос, какая альтернатива? Какая альтернатива, если все прогнозы неправильные, как нужно такое альтернатива? Вообще не делать прогнозы. А смотреть в реальности, что с тобой происходит. Я, например, в совете директоров Альфа-банка, тоже в совете директоров Московской биржи, в совете директоров Альфа-банка ни разу на прошлый год мы не пытались сделать прогноз. У нас начался режим одного дня. Каждый день, каждый день, утром со згон, вечером со згон, утром со згон, вечером со згон. Кто что видит, что происходит, где у кого что, что у нас конкретно, у нас, нигде-то, никаких ожиданий. Мы смотрим фактически и уже в июне, в июле мы уже видели, что совсем все по-другому, совсем все по-другому. И банковская отрасль за коронавирус удвоила банковскую отрасль как доля ВВП почти на 50-60% увеличилась за этот кризис. И конкретно компания в наш пост из-за того, что основатель хотел продать свою долю, я тоже, если основатель продает, я тоже всегда продаю, самая большая компания в Германии по производству продуктов питания доктор Роткар сделала предложение 1 миллиард евро и купила компанию в ноябре прошлого года. Уже, когда уже было понятно, что рынки оскочили, что все идет вверх, что оборот компании вырос в три раза, но уже, и это было, на самом деле, хорошее, это самая большая продажа частной компании в истории Германии. Самая большая, да? Но, в момент, когда мы продали компанию, мы покрывали только 22 города из Германии. это всего лишь там 25 процентов всей территории Германии. Соответственно, я Дитеру говорил, что смотри, ты можешь просто еще четыре раза повторить то же самое, 100 процентов компания будет стоить 5 миллиард, 100 процентов, но он устал, уже не хотел, и мы продали компанию, это очень успешная, конечно, сделка, и очень неожиданная. То же самое в активах, в активах мы прошлый год на 100 процентов выполнили бюджет, который был сделан в 19-м году до коронавируса, как, на самом деле, очень тоже неожиданно. По сути, мой вывод в том, что все большие тренды, коронавирус ускорил все быстрые тренды. Проникновение интернета, да, вот, проникновение интернета уже растет последние 30 лет, и сейчас было проникновение интернета уже не в потребителя, а в B2B компании. Да, вот, все компании сейчас вынуждены быстрее цифровизацию делать, и это просто усилило длинный макро-тренд. Еще длинный макро-тренд, который сейчас, вот, количество инвесторов, частных инвесторов на московской бирже. 4 года назад было 200 тысяч частных инвесторов, которые покупали ценные бумаги в России. Это уже устаревшая информация, как бы сейчас, кто знает, сколько сейчас частных инвесторов покупает ценные бумаги в России? 15 миллионов. 15 миллионов. Если бы кто-то 4 года назад сказал, что у нас в России будет 15, последний прогноз 20 миллионов до конца года будет. 20 миллионов людей покупает ценные бумаги. Это просто невероятный прорыв. Это просто какой-то сумасшедший. Это так вот, макро-тренд уже шел, шел, потом случается какой-то вот удар, и как бы волна накрывает. Еще один тренд, который идет, которым мало кто занимается. В России вообще никто этим не занимается. Я говорю, когда я думаю про то, в каком потоке я сижу, первое, никогда не следить в масс-маркет-новостях, и второе, твой поток должен отличаться от того, в чем сидят почти все другие люди. Вот вы сегодня здесь, это здорово, вы получаете информацию, которую почти никто не получает. У меня было преимущество, я жил в Америке, переехал из Америки в Германию, мое тело было в Германии, но моя голова и информационные потоки были из Америки. Соответственно, я видел в Америке вещи, которые в Германии нет, и я делал какие-то бизнесы в Германии, которые другие люди даже не видели. Потом я переехал из Германии в Россию, но моя голова осталась в Германии, соответственно, я был в России, но весь информационный поток, в котором я находился, был немецкий. Соответственно, это очень большое конкурентное преимущество. Не потому, что немецкий поток лучше, чем русский поток, а потому, что он просто другой. Ты отвечаешь, ты думаешь по-другому, чем все. Если ты сидишь как все в РБК лейте, ты думаешь как все, действуешь как все. Вот вся страна испытывает одни и те же эмоции синхрона. Что в этом есть ценного? Ничего. Вы все равно всегда будете опаздывать, действуя на той информации, которая есть у всех, вы будете всегда на долю секунды опаздывать и проигрывать. Хачмонды будут поигрывать. Вот тренд, который никто не занимается в России. Через 10 лет мне будет 50 лет. Я буду моложе, чем половина населения России и всей Европы. Больше половины населения всей Европы будет старше 50 лет. Огромная доля, огромная доля населения будет старше 65 лет. На этом тренде можно построить огромное количество инвестиций, бизнесов и так далее. Никто этим не занимается. Еще один тренд, который тоже усилился, как ни странно, это урбанизация. Люди переезжают в большие города. По всему миру этот тренд длится уже 50 лет. И сейчас, естественно, все говорят, если читать новости, кажется, что сейчас удается на работа и сейчас все будут сидеть где-нибудь в Гаричи и будут работать на Google. Это не происходит. У нас 2000 квартир в Найорке. У нас сейчас население Найорка выше, чем до коронавирусного в Москве. Что произошло за год коронавируса? Население уменьшилось или увеличилось? Увеличилось на 250 тысяч человек. А что нам опять говорили? Нам же говорили, что все в деревню едут, будут бабушкины плены ездить, через интернет работать. Почему выросло население Москвы? Почему? Какие варианты? Ипотека. Девушки ипотека, я услышу. Хорошо. Смотрите, да, одна из инвестиций, которые, конечно, если смотреть длинные тренды, поэтому, смотрите, я тоже всегда говорю, в каком потоке сидеть, не газеты, не то, во всем все, и третье, длинные тренды смотреть, очень длинные, макротренды, десятилетние, двадцатилетние, очень тяжело заработать на коротких трендах, как отскочит этот вирус или не отскочит. Длинный тренд, количество денег, которые человек тратит за жизнь на пространство для своей жизни, жизненное пространство. Было 12%, стало, сейчас по последним подсчетам 25%, будет, будет через 20 лет 50%. Люди, которые живут в Москве, какую долю своего дохода тратят на жилье? Ипотека, когда люди берут ипотеку, сколько, какой процент зарплаты они потом выплачивают за ипотеку? Половина, ровно правильно, да, спасибо большое. Половина, в Дью-Йорке люди, сколько процент своей зарплаты тратят на жилье? Половина, 60%, да, соответственно, человек будущего в протяжении своей жизни больше половины денег за все, что он достанет своего кошка, отдает на жизненное пространство вокруг себя. Это огромный трек. Как вы думаете, коронавирус усилил или ослабил? Теперь все нужно еще одна комната, да, как минимум, да, учебно, для учеб. А что если еще может и такое быть, что еще один будет вирус? Смотрите, мы получили все коллективную травму, да, я всегда, я иногда в детстве не мог понять мою бабушку, моя бабушка мне всегда какие-то вещи говорила, которые я не мог понять, но они были основаны на опытах травмах, которые она получила во время войны, которые не было непонятными. Мы потом наших детям, которые не увидели у меня один из положительных генеральных в 13% один из положительных генеральных предпринимателей был генеральный директор Джун Холмс в Нью-Йорке мы делаем вот такие готовые проживания квартиры полностью, полностью, все готово, ты просто в приложении выбираешь размер телевизора, очиститель воздуха, очиститель воды, плейстейшн, цветки, картины, скульптуры, баз, у тебя готовая квартира на следующий день готово заселение. 2000 квартир и мы увеличили в 2 раза. До коронавируса было 1000, сейчас 2000, за время коронавируса в 2 раза 3 из наших основных конкурентов за коронавирус закрылись. Просто закрылись. Я думаю, поэтому мы сейчас в ближайшее время вырастим до 10 тысяч квартир. То же самое еще важно, как ни странно, офисные пространства тоже у нас 150 тысяч квадратных метров офисов в Москве. гибкие офисы, все равно хотят иметь возможность работать в офисе, даже если офис почти пустые, они все проданы, у нас 99% площадей сдано. При этом они почти не используются, сейчас офисы превращаются как в такие фитнес-клубы. Все хотят иметь карточку, никто не ходит. Еще очень круто выдержали этот год так называемый самоподержащий, который не зависит, потому что если ты зависишь только от себя, реальности, почему Альфа-банк может просто из дня в день, потому что очень прибыльная компания сама себя поддерживает. Те, которые зависят от внешних плеваний, у них было полгода дырка, полгода в прошлом году никто не принимал решения, с марта до сентября, и те, как выиграли конечно очень сильно те, которые сами могут себя поддерживать. Еще были такие истории, как были очень из моих первых инвесторов, продал свои акции, за эти деньги купил 3% РБНБ, и в прошлом году, когда случился коронавирус, у РБНБ была оценка 10 миллиард, начался коронавирус, у них был коллаз, оборот стал ноль, и в этот момент они сказали, что нам нужен такой раунд инвестиций для спасения компании, 1 миллиард долларов, по оценке 6 миллиард, но те, кто сейчас от людей, это было премьер прошлого года, получают гарантированную 2 раза свои деньги обратно, мы вкладываем я, получаем минимум 2, минимум 2, единственная возможность проиграть, если компания оботкрутится, ты вкладываешь я, получаешь 2, а потом еще сверху свою долю в компании, такая сделка, сделка, друг метр вложился в эту сделку, купил существенную долю в рбнб, в апреле это было, и как в четвертом портале прошлого года, кто знает, что я предпочитаю IPO, IPO, и какая церковь была потом на бирже после прохождения коронавируса, 160 миллиард долларов, 160 миллиард долларов, соответственно, Оливера, доходность в этой инвестиции арбейской, плюс-минус 20 раз свои деньги заработал в течение 6 месяцев. Это так, это так действует для людей, которые в другом потоке, которые в другом потоке. еще такие очень интуитивные вещи, например, в прошлом году исторический максимум новых основанных компаний в Америке. Америка исторически никогда не было такого, это не только созданный компаний, это прирост компаний, это открытый минус-закрытый. Всегда там плюс-минус 300 тысяч растет население, а за прошлый год больше, чем 500 тысяч выросло население. еще интересно по сравнению с 2008 году, в 2008 году на 50% выросло количество банкротств. Что произошло за коронавирус банкротства? Вы смотрите, минус 17%. За коронавирусный год было 17% меньше банкротств, чем до этого до кризиса года. Кто бы это подумал? Да. Еще такой тренд был, но это еще важный тренд, важная лекция, которую я получил за коронавирус. Я вот сидел в марте апреля прошлого года и мне почему-то попала в руку книга интервью с заключенными, которые в тюрьме сидели. Невиновными. Интервью с людьми, которые невиновно просидели в тюрьме. И я ощущал, что примерно то же самое со мной происходит на карантине. И там основная идея этой книги, там были части, которые сами уничтожили, часть, очень хорошо прожили. И этот опыт взяли как точку роста. Что мы отвечали? Они говорили, вот это человеческая жизнь в месяцах, каждый пузырек месяц. Вот эта часть жизни, которая в тюрьме сидела, это тоже моя жизнь. Это 2% моей жизни. Я когда думал в мае, как я буду дальше действовать, сказал, вот этот коронавирус это от 2 до 5% моей жизни. Это тоже моя жизнь. 5, я готов слить 5% своей жизни в унитаз. Нет, не готов. Это 5% моей жизни. Поэтому конечно там очень хорошо можно было инвестировать в отношения, качественное время с детьми, с родственниками и так далее. Что мы сделали. Еще важная вещь. До коронавируса я установил мировой репорт по интер гребре на короткие дистанции. И за это спасибо. По поводу в каком потоке ты находишься. Я на 20 год поставил цель побить своего конкурента из Австрии. Брайн сумасшедший. Я всегда говорю, чтобы полностью уничтожить твою жизнь достаточно одного сумасшедшего конкурента. Много не нужно. Вот у меня есть Брайн. И я хотел побить на 500 метров и готовился к этому. Но когда я бил мировой рекорд на 100 метров, я жил со сборной, я проводил время только со спортсменами. Я полгода жил только со спортсменами, сборными, с тренерами. Ты делаешь тренировки, все хлопают, все поддерживают. Тебя обрывают на тренировки, к тебе подходят, хвалят тебя. Какой ты классный, ты выложился. Потом я готовился на карантине, деревянный дом, в лесу, рядом моя жена, тёща, тесть. Другое окружение, другой поток. И как результат в мае прошлого года, я обменяю попытку установить мировой рекорд на 500 метров. Смотрите, хорошо это или плохо, я не знаю, просто результат такой. Потому что когда я тренировался в лесу, ты падаешь, с тренажера меня вырываешь, тёща мимо такая проходит и такая это плохо кончится. Потом вечером ужинаем и все такие молчатки. Кто ему скажет ты приходит давление мерить на давление пульс 205 давление 180 и в общем отменил я это. Зато я посадил 500 растений. Вместе с тёршей выходите выбираем. Вывод такой, что окружение на нас влияет намного намного сильнее, чем нам кажется. Нам много сильнее. Просто это невероятно. Что за коль чёрной полосы вот всё равно не прошёл коронавирус мимо нас. К сожалению, погиб мой тесть и я его пытался спасти. У меня это не получилось. Это был очень большой удар. Я этих проектов руководил. Вот иногда есть такой проект в жизни надо кого-то спасти и провал. Намного более больно, когда компания провал. Потом у меня ломается компания, ломается ещё одна сделка и обстановка очень тяжёлая. Очень тяжёлая. Здесь просто можно конечно не вставать под одеяло утром. Депрессия и что делать? В этот момент я просто закрыл глаза, я нашёл где-то внутри себя свет, я зацепился за этот свет. Я говорю Оскар ты должен хотя бы что-то позитивное сейчас сделать. Если у тебя такая чёрная надо выйти из этого. Как выйти из чёрной полосы нужно действие. Я понимаю что я очень хорошо знаю быструю доставку продуктов питания. Я четыре года сопровождал наш пост в совете директоров. Это самая быстро распущая бизнес модель. Я посмотрел в мировой карте где ещё нет быстрая доставка продуктов питания. Увидел что нет игрока в Японии нет игрока в Австралии и нет ни одного игрока в Канаде. Соответственно я начал искать кто там чем занимается. Нашел компанию в Австралии купил Добдолю. Нашел ребят которые делают в Канаде первый которые уже готовились купил Добдолю и даже вместе с ними это сделал потому что они были русские которые отсюда уехали из Яндекс команда которая туда переселилась и в Японии я жил там у меня был партнер на Ое я звонил на Ое я говорю На Ое вот я знаю у тебя инвестиционный банк но есть сейчас такая тема она самая быстро спущая Япония самый лучший рынок самая высокая плотность населения самые высокие продукты цены на продукты питания самая большая маржа самая большая доля кабинец продаж в Ителе лучший рынок для быстрой доставки продуктов питания в мире Япония он сказал дай 12 часов через 12 часов звонит говорит Острар я ухожу из инвестиционного банка я буду делать эту бизнес модель я говорю На Ое я говорю На Ое у меня черная полоса мне нужно что-то позитивное в жизни если ты запустишь этот бизнес до окончания олимпиады олимпиада в Токио если в момент окончания олимпиады у тебя будет уже запущенной продажи я тебе подарю золотую медаль бизнес эксекюшна 32 грамма чистого золота он говорит все есть поехали я ему дал деньги он начал строить запустился два дня после олимпиады я им дал сребряный 32 грамма много сэкономил соответственно всего я этого и теперь я 20% владелец Onigo это первая компания в Японии по быстрой доставке Tiki в Канаде Jiffy в UK и Flink в Германии Flink в Германии кстати ключевые люди вокруг Flash & Post после Flash & Post которые были не согласны с Дитером что это дальше строить не надо они сделали такую же компанию только в напитках в продуктах питания и сейчас месяц назад компания подняла раунд по оценке 2,5 миллиарда долларов это самая быстро растущая компания в истории в Германии никогда еще в истории не было за 6 месяцев создана такая капитализация и когда я это рассказываю знаете почему потому что когда я вот сейчас стою на сцене у меня качественный портфель с огромным потенциалом который я сделал пока проходил одну из черных полос своей жизни и я этим действительно горжусь я думаю вот сразу я же думаю я всегда занимаюсь предпринимательством развития предпринимательства и я думаю как научить людей этому как научить людей это очень трудно когда тебя бьют когда ты вот идешь и ты уже из последних сил и ты должен взять какой-то риск и создать что-то это просто очень трудно как научить людей делать очень трудные вещи как научить наших детей делать очень трудные вещи справляться с любыми ситуациями Единственный ответ, который мне приходит, это делать очень трудные вещи. Любые. Когда меня люди спрашивают, как думаешь мне поступить на фистех, я говорю, фистех тяжело закончить? Очень тяжело, да, поступать. Когда я поступал в свой университет в Германии, там ходят, отбирают одного из тридцати. И когда тебя отбирают, тебе говорят, в этом университете 100 часов в неделю ты должен работать, будет до 5 экзаменов в неделю, это очень тяжело. Каждый год на 25% подчисливаем, скорее всего ты не закончишь. Никаких девушек, никаких развлечений, ничего, 4 года, тотально, хардкор, только работа. Потом ты заходишь на это положение препятствий, там какие-то дебильные препятствия, там у нас такой экзамен был, надо тысячу слов наизусть не учить. В определенном порядке. Ты думаешь, нам это нужно в жизни? Они говорят, просто делай, делай просто, ты либо сдашь, либо не сдашь. И такие предметы, как статистика 2, 3, на которых там валились, там просто 10% потока не справлялись. Зачем мне это в жизни нужно? Это просто трудно. Но, вообще, все, вот эта полоса препятствий в университете, там какие-то предметы, контроли, кто 3, 4. Но, люди, которые закончили тот университет, который я закончил, невероятно успешны. Мой поток, он настолько успешный, что я просто офигеваю. Я думаю, там средний годовой доход больше, чем миллион долларов. Это просто не, это умо недостижимо. Насколько, это из-за того, какой контент нам давали, нам какие-то слова написали правильные. Почему этот поток настолько успешный? Потому что это люди, которые доказали, что они могут проходить очень трудную полосу препятствий. Те люди, которые доказали, что они могут проходить очень трудную полосу препятствий в жизни намного больше пробивается. Любая полоса препятствий, армии, р conversations, все, что трудно, любая вещь, которая трудна, лучше всего нас готовит к испытаниям. И дальше, еще у меня мысль, я понимаю, что человек вообще не становится успешным. Это сообщество становится успешным. Я просто часть этого сообщества «Поток 21 века урла». Это сообщество стало суперспешным. Четыре из моих 113 инвестиций в моей жизни пришли из окружения, которое я набрал в университет. Если бы я инвестировал во все, я был бы еще более успешным. Мой отбор ухудшил результат. Сообщество становится успешным. Поэтому в каком сообществе вы находитесь, в каких сообществах вы находитесь – это очень вопрос. И в конечном итоге действовать я сейчас все это либо сделаю, либо не сделаю. Спасибо большое, ребята. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, вы найдете свои мощные действия успехи. Я всегда на этом выступаю. Моя главная надежда, что хотя бы один человек восстановился на действие, направлен на улучшение качества жизни. Поэтому здоровое вам и желаю очень высокого качества жизни. Для этого нужна финансовая свобода, финансовая независимость и финансовое процветание. Я думаю, у вас сегодня еще много всего в программе. Спасибо огромное за теплый прием. До свидания. Воскресенье. Воскресенье. По пару минут вашего времени. Ага.